Считанные дни остаются до дебатов кандидатов в президенты США. Хилари Клинтон от демократической партии и республиканец Дональд Трамп встретятся в понедельник в Нью-Йоркском университете Ховстра. Эта первая дуэль может во многом предопределить исход ноябрьских выборов. Специальный корреспондент Евронюс Штефан Гробе следит за американской предвыборной компанией, путешествуя вместе с кандидатами. Развитие ситуации за последние дни он характеризует так. Хилари Клинтон посвятила день на подготовку к дебатам, которые состоятся в понедельник. И вот уже опять включилась в предвыборную кампанию. В среду она приняла участие в митинге в Орландо, во Флориде. В солнечном штате Клинтон добилась преимущества в пять очков над своим соперником. В общенациональном опросе она также впереди Трампа в соотношении 50 к 45. О чем это говорит? Во-первых, Клинтон преодолела трудности ужасных последних недель. А во-вторых, Дональду Трампу не удается взлететь выше потолка в 45-46%. Так что теперь подтверждается то, о чем мы говорили все это время. Тенденция, которая прослеживалась в течение всей кампании, такова. Клинтон в целом лидировала, если отставала от Трампа, то ненадолго. А вот Трамп вызвал некоторое недовольство своим отказом встретиться в Нью-Йорке с президентом Украины Петром Порошенко. Киев пригласил на встречу обоих кандидатов, но Трамп не потрудился ответить. Зато Клинтон предоставил еще одна возможность выставить Трампа пропутинским политиком-дилетантом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...